Крупный нефтепровод, подставляющий азербайджанскую нефть из Каспийского моря на мировые рынки. Трубопровод Бакут-Билиси-Джейхан, сданный в эксплуатацию в 2006 году, проходит по территориям трёх стран – Азербайджана, Грузии и Турции. Его протяжённость составляет более чем 1760 километров. 18 ноября 1999 года в Стамбуле президента Азербайджана, Турции и Грузии подписали пакет соглашений по основному экспортному нефтепроводу Бакут-Билиси-Джейхан. Бакут-Билиси-Джейхан открыл миру Азербайджан и открыл Азербайджану мир. Конечно, миру нефтяному, миру углеводородному, миру энергетическому, тому миру, который нуждался в новом источнике углеводородных ресурсов, которым с успехом наша страна выступала, выступает и в течение многих лет ещё будет выступать. Обсуждения о строительстве такого коридора начались ещё в рамках контракта века определить свой внешнеполитический курс на развитие сотрудничества, открытость и доступ к многим международным рынкам. Задача стояла очень чёткая. На тот момент основными трубопроводами для транспортировки Каспийской нефти были Баку-Новороссийск и Баку-Субса. А главным месторождением был блок АЧГ. После того, как начались работы в направлении разработки этих месторождений, стала постепенная задача, так сказать, пошагово реализовывать добываемый продукт на международных рынках. В принципе, это является особенностью нефтяной стратегии Гидролива, в том, что мы не стали ждать последней стадии разработки, когда стало добываться очень много нефти, но постепенно, по мере нарастания нефтедобычи, сдавались в эксплуатацию новые трубопроводы, такие как Баку-Новороссийск, Баку-Субса и, наконец, Баку-Тбилиси-Джейхан. Так, в результате усилий общенационального лидера Гейдара Алиева в 1999 году было подписано межправительственное соглашение о транспортировке сырой нефти, добываемой на Каспии. А в 2003 году начались строительные работы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, проекты, которые превратил Азербайджан в энергетический коридор стратегической важности. Между тем, строительство БТД несло в себе массу сложностей, как геополитического, так и коммерческого характера. Нужно было грамотно взвесить все «за» и «против». Свою роль здесь сыграла дальновидность общенационального лидера Гейдара Алиева. Проект БТД сыграл особую роль в успешном развитии месторождения АЧГ. Богатая ресурсами страна может не реализовать свой экономический потенциал. В случае, если её ресурсы не выходят на мировые рынки. А чтобы вывести нефтяные резервы на мировой рынок, предпринимаются комплексные меры по разработке соответствующих маршрутов. К слову, сегодня по Абаку-Тбилиси-Джейхан транспортируется также нефть из Казахстана, Туркменистана и России. Ещё данный проект – прекрасный пример плодотворного сотрудничества, которое осуществляет три страны – Азербайджан, Грузия и Турция. Наши страны сотрудничают во многих сферах и областях, реализовывают совместные проекты и участвуют в международных проектах. Железная дорога Баку-Тбилиси-Каз, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Танап, ну и, конечно же, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Это ещё одно звено в нерушимом и тесном взаимодействии. Этот проект переписал энергетическую карту Европы и всего мира. После его реализации Азербайджан стал одним из глобальных игроков на нефтяном рынке. Участие же Турции в этом проекте ещё сильнее сблизиво нашей страны. Наши страны находятся в плоскости шёлкового пути. И те акценты, которые делают наши страны, они очень важны для развития транзитного потенциала. И я думаю, что есть огромные ресурсы в этом направлении. И я очень рад, и мы очень рады, что в этом отношении идёт огромная работа. Шёлковый путь 20-21 веков – окно в Европу, которое было открыто в 2006 году и которое функционировало и будет функционировать много лет. Совместная деятельность правительств трёх стран позитивно отразилась на объёмах энергопоставок и обеспечении энергетической безопасности региона. И сегодня ресурсы с месторождения АЧГ, контракт на разработку которого был продлён до 2050 года, доходят до зарубежных покупателей в основном посредством БТД.